Здравствуйте, дорогие друзья! Я доктор Джордж Горбатов. Продолжаю чтение глав из оригинального труда доктора Юрия Аркадьевича Васильева. Гипотеза, не гипотеза, а опыт очерки физиологии духа, опыт объективной трактовки душевных явлений. С предисловием профессора Владимира Петровича Осипова. Книгоиздательство «Сеятель. Петроград. 1923 год». В данном аудио-видео отрезке я зачитываю вам главу вторую этого произведения. О чем будет идти речь в главе второй я вам сейчас коротко зачитаю. Примеры гармонии. Глава вторая заглавлена. Примеры гармонии. Первое. Самовнушение. Предсказания и предметы. Гидротерапия. Дух войска. Право. Спорт и тайлоризм. Жестокость к женщине. Вот такие вот, скажем так, разделы этой второй главы. Значит, глава вторая. Примеры гармонии. Первое. Самовнушение. Так называемое самовнушение также представляет из себя явление только что описанного порядка. Получение плюс или минус гармонии. Последнее, как мы видели, неблагоприятная реакция для организма. Замедление сердечной деятельности и оток крови в громадный резервуар расширенных сосудов брюшной полости ухудшает условия питания клеточек. Усиление движения кишечника не дает возможности хорошо усвоить введенную пищу. Понижение интенсивности клеточных процессов, понижает сопротивляемость организма. Одним словом, организм встречается с целым рядом отрицательных факторов, расстраивающих его здоровье и даже угрожающих его жизни. Однако, все они мгновенно исчезают и сменяются положительными факторами при наступлении плюс гармонии. Это превращение мы наблюдаем при всех чудесных исцелениях, какой бы силой они не были произведены, собственной верой, молитвой чудотворца или искусством психоаналитика и гипнотизера. Все дело вызывание этого благодеятельного рефлекса и в последующей за этим симпатикатонии и повышение внутриклеточных процессов. Этим объясняется не только исцеление двигательных, истерических симптомов и сопровождающих истерию параличей и сведений, но и более быстрое, чудо-действенно-быстрое, заживление язв, зарубцевание и ран, кто не знает влияния хорошего настроения на течение болезни, Важность успокоения больного известна всем, врачам и неврачам. Для верующего тяжело больного причащение дает, несомненно, больше, чем прыскивание адреналина. Вернее, оно дает ему тоже прыскивание, но делает это естественным путем и более длительно. Ведь и мы теперь переходим на сочетание адреналина с солевым вливанием, причем при этом происходит буквально воскрешение из мертвых. Уже холодный, почти полутруб, издает короткий крик, весь вздрагивает и оживает, на лице появляется румянец, к мускулатуре возвращается тонус. Не к тяжелым ли случаям минус-гармонии и а-гармонии, к излечению их прикладывается, а особенно прикладывалось в прежнее время, выражение воскрешения из мертвых. И бобилонская богиня Гула, покровительница врачей, носит название воскресительницы мертвых. И по выражению профессора Дейлича, Библия и Вавилон, восточный врач, который не воскрешал бы мертвых, не был бы врачом. Может быть, трагедия заболевшего врача, объясняющая нам колоссально высокий процент смертности именно врачей, а не всего медицинского персонала от всевозможных эпидемий, заключается именно в невозможности пользоваться этой благодетельной силой, верой. Веры в божественное вмешательство у них нет. Вера в медикаментозное лечение почти исчезла, вернее, перешла без различия. Вера в силы своего коллеги, применяющего те же средства, тоже отсутствует. И врач в лучшем случае переносит болезнь в состояние о гармонии, взаимно уравновешивающейся плюс и минус гармонии. О положительной реакции, составляющей удел большинства, ему не приходится и думать. Наоборот, неисполнение окружающими его собственных, часто мелочных, предписаний обыкновенно дает перевес в сторону минус гармонии. Психотерапия таким образом переходит, собственно говоря, в опотерапию, в лечении препаратами желез внутренней секреции и вся деятельность врача на 75% оказывается состоящей из возбуждения положительной и прекращения отрицательной гармонии. Этим объясняется то, что во все времена существовали хорошие и даже замечательные врачи, несмотря на низкий уровень медицинских знаний. Это прекрасно понималось уже давно. И недаром Труссо говорил, что мы очень редко вылечиваем, иногда облегчаем и всегда утешаем. Но, по-видимому, это утешение на самом деле представляет из себя не кажущееся, а действительное облегчение, а частое и стойкое излечение. И настоящий высокий уровень медицинских знаний во многих случаях дает возможность не излечивать причину болезни, а лишь применять те же способы лечения, какие применялись тысячи лет тому назад, но только в более культурном виде. Как известно, обычным способом лечения у дикарей служит высасывание знахарям из тела больного различных камешков, которые были предварительно положены врачевателям себе в рот. Интересно, что этот способ оказывает очень хорошие результаты. По-видимому, вид своей болезни, извлеченный из тела, дает радость, радость избавления, вызывает появление давно отсутствовавших гормонов, вновь оживляет затормозившийся рефлекс на плюс гармонию. И некоторые наши хирургические операции, особенно же гинекологические, эти удивительно действующие расширения шейки и удаления миом во многих случаях представляют из себя те же камешки австралийского знахаря, но уже не принесенные заранее, а действительно извлекаемые из тела с соблюдением всех правил о септике. Недаром известный врач, имевший рак желудка, после произведенного ему пробного чревосечения, выяснившего невозможность удаления далеко зашедшей опухоли, на сравнительно долгое время почувствовал себя совершенно здоровым и даже читал лекции, демонстрируя успех операции и все от того, что ему показали, якобы удаленную опухоль. Если мы не говорим уже теперь о нервной горячке, то связи между понижением сопротивляемости организма и подавленным настроением никто отрицать не будет. Русская буржуазия и интеллигенция во время революции дали этому достаточно примеров. В Петрограде был в свое время доктор Соболев, утверждавший, что ему удавалось с гипнозом вылечить малярию. Конечно, его подняли на смех, правда, я не знаю ближе его опытов и руковожусь только его словами, но мне приходилось видеть случаи заговаривания упорной малярии и теоретически такое воздействие не невозможно. Ведь если при поступлении положительных гормонов происходит увеличение размаха, обмена метаболизмом во всех клеточках, то, как я говорил, отразится оно и на соединительно тканных, то есть и лейкоцитоз, и фагоцитоз, и количество белых шариков, и способность каждого к поглощению посторонних организмов веществ значительно повысится, и те возбудители малярии, которые при норме нельзя было уничтожить, окажутся уничтоженными. Ссылка. Увеличение количества лейкоцитов в крови при появлении в организме адреналинок показали уже во время печатания этой работы исследования доктора Шкавера может происходить от того, что адреналин, действуя на мускулатуру селезенки, заставляет ее сжиматься и выдавливать из себя образовавшиеся в ней белые кровяные тельца, которые и подхватываются кровяным потоком. Вторая подглава этой второй главы примеры гармонии, предсказания и приметы. Все сказанное заставляет нас быть особенно осторожными в своих предсказаниях, и, как это принято, лучше дать хорошее, чем плохое, так как больной, испуганный нашими словами, испытает состояние минус гармонии, и этим положение его сразу же значительно ухудшится. Здесь мы имеем то же самое, что и со всяким предсказанием, в которое человек верит. Не о того оно исполняется, что предсказатель это знал, а о того, что получивший предсказание, в него поверил. На самом деле, представьте себе, что барышня, отчаявшаяся, выйти замуж, гадает угадалки и получает определенный ответ, что как раз в этом году она должна выйти замуж. Ответ приятный, до этого испытавшая состояние минус гармонии барышня тонизируется поступившими положительными гормонами, видя каждого нового мужчину, она думает, не этот ли, и впечатление от него сочетается с радостью испытанной угадалки и получается снова рефлекс на железе внутренней секреции на плюс гармонию, она тонизируется еще больше, расцветает, делается красивее, оживленнее, остроумнее и производит впечатление. Дальше дело уже просто. Предсказание же, что в этом году ничего не будет, хотя бы в виде утонувшего венка производит неприятное впечатление, часто даже вызывает слезы и значительно усиливает уже имевшуюся ваготонию. Впечатление от нового мужчины сочетается с мыслью, не этот, с неудачей гадания, дает минус гармонию и количество шансов словом на произведение впечатления значительно уменьшается. Как видно, само слово поверить обозначает, собственно говоря, получение реакции на железы внутренней секреции и расстроенный вид поверившей барышне, пришедшей с неудачного гадания своей ваготонии, выражающейся в дорожащем голосе, полных слез в глазах, отсутствии аппетита, сам указывает нам, что рефлекс на минус гармонию осуществлен и дает свои неблагоприятные результаты. По-видимому, и приметы далеко не такая глупость, как это казалось. Мы видим, что в маниакально-депрессивном психозе, находящийся в возбужденном периоде больной, не реагирует на и неприятные впечатления, а в состоянии подавленности от него как бы отскакивают радостные раздражения и не вызывают никакой реакции. Уже упомянутая преемственность идей до и после наркоза, периодической амнезии, расщепления личности в различных стадиях гипноза, да и сама возможность после гипнотического внушения все говорит за то, что каждое раздражение сочетается не только с последующим безусловным раздражителем, но и с другим, хотя бы и бывшим, значительно позднее, но вызывающим одноименную с ним положительную или отрицательную реакцию, то есть если что-либо вызывает неприятную реакцию, вызывает минус, плюс гармонию, то эта гармония, как безусловная реакция, сочетается с раздражением, бывшим задолго до этого, но вызвавшим совершенно одинаковую по качеству, конечно, а не по количеству реакцию, и этот раздражитель станет условным раздражителем уже этой гармонии. Отсюда из этого еще пока мало исследованного вида условных рефлексов, по-видимому, получились покойники, фигурирующие в виде всемерных дурных примет. На самом деле ведь, и мы при виде покойника испытываем некоторое неприятное чувство, гнетущее, подавленное, особенно сильно заметно оно, если встретишь целый ряд гробов. Однако, чувство это, являющееся следствием рефлекторно наступившей минус гармонии, вполне забывается, и мы не вспоминаем о нем, если все идет хорошо, но если случится какая-нибудь неудача или горе, вызвавшее подавленное состояние, минус гармонию, то первое раздражение, покойник, давший также минус гармонию, сочетается с этой отрицательной реакцией неудачи, и затем долгое время будет вызывать необычную для себя слабую, а уже сильную минус гармоническую реакцию, принадлежащую собственно неудаче, а не покойнику. Каждое новое горе, каждая новая неудача будет подкреплять ее, и встреча с покойником, благодаря наступающей минус гармонии, не только кажущей, но и действительно станет затруднять деятельность человека, будет ему вредить. Не этот ли условный рефлекс вызвал к жизни и дух покойников, и обусловил неисчислимую сложность погребальных обрядов, сводящихся главным образом к воспрепятствованию возвращения покойников, вопросительный знак. Конечно, то же самое надо сказать и о тринадцатом числе. Недаром в московских трамвае до революции не было этого номера, и о других, как дурных, так и хороших приметах. Возьмем, например, обычай гостеприимства, беседа с новым человеком, чувство собственного достоинства и доброты, отсутствие торможения у хозяина и наличность его у гостя, лучше, чем обычно пища, все это должно создавать положительную реакцию и довольство плюс гармонию, которая с последующими неприятностями, как с реакциями другого знака, сочетаться не будет, а с удовольствиями плюс гармониями сочетается, и вот путнику дал, с промысла десять взял, голодного накормить, десять лет не быть голодным, десять лет голоду не знать. Значит, видите, такие, значит, поговорки, да, путнику дал, с промысла десять взял, голодного накормить, десять лет не быть голодну, десять лет голоду не знать, говорят, говорят, поморы и лопари. Последние, как и айны, даже зазывают к себе гостей, оспаривая их друг у друга. Кто бы мог поверить, говорит Летурно в своей социологии, что жалкие эскимосы, грубые, в других отношениях, способны иногда на утонченное великодушие. Они сделали экипажу Росса многочисленные подарки в виде свежей рыбы, ничего не ожидая взамен. С утонченной вежливостью они благодарили англичан за согласие погостить у них. И благодарность здесь, по-видимому, была вполне искрення, оказанная англичанам гостеприимством, а не только сулила, а действительно давала твердую уверенность в будущей удаче и, как условные раздражители, на плюс гармонию создавая тонизацию, повышая их мышечную силу, обостряя чувства, являлась главным фактором счастливого плавания и счастливой охоты. И в клинообразных надписи, находящихся в Британском музее, мы читаем, надо оказывать ближнему любовь, не презирать, не угнетать, так как это вызывает гнев Божий, а лучше накормить и напоить просящего, что вызывает благоволение Божие, делечь Библия и Вавилон. Третья подглава второй главы примеры гормонии, гидротерапия. Нельзя ли подействовать на железы с внутренней секрецией и физическим путем вопрос? По-видимому, возможно, и наиболее простым способом влияние на них являются различные термические процедуры, кто не знает бодрящего, возбуждающего действия прохладного душа и расслабляющего горячей ванны. Ну и душ и ванна тоже, по-видимому, действует не непосредственно, а через внутри секреторный аппарат, вызывая состояние плюс и минус гармонии, поэтому-то тепло и водолечение, термо- и гидротерапия и является таким могущественным средством и в руках современной медицины, средством, правда, далеко еще неиспользованным и неизученным. Больше, чем официальная наука, применяет ее разнообразные лечители, особенно последователи пастора Кнейпа, и применяют, надо сказать, с большим успехом, но человечество уже давно знало это, и омовения, встречающиеся у всех народов, наши бани, по субботам, все, все это не только гигиенические меры, но и процедуры, производящие энергичную тонизацию, недаром ведь они введены и в религиозные предписания, и гидротерапия тоже, в конце концов, является опотерапией, и применение ее в лечебнице для душевных и для нервных больных людей с ненормально работающим внутрисекреторным аппаратом является совершенно необходимым, равно, как и вероятно, в этом же направлении действующих электро- и фототерапии, но в жизни чаще все же приходится прибегать к психическим влияниям. Четвертая подголова второй главы примеры гармонии дух войска. Практические люди всегда пользовались и пользуются этим тонизирующим действием психических, на самом деле неосознаваемых, физических, условных, раздражительных, положительных реакций и ослабляющим отрицательных и победные боевые крики всех народов, крики каманчей, это индейцы, североамериканские, клич крестоносцев, сарынь на кичку низовой вольницы и русская ура все направлено к одной цели создание собственного возбуждения и подавленности противника, созданию плюс гармонии у себя и минус у других. Тот таинственный дух войска, которые так умели пользоваться гениальные полководцы, или, иначе говоря, умение пользоваться которым и составляла их гениальность, дух, о котором Наполеон сказал, что он относится к физическому элементу войска, как три к одному, по-видимому, и представляет из себя именно это состояние плюс гармонии. Только оно своим тонизирующим действием позволяет победоносным армиям проделывать такие колоссальные марши, какие проделывал Суворов в Альпах или Красная армия в Сибири. Кавалерия в этом случае тонизирована гораздо меньше, хотя лошади возбуждаются во время атаки, но при продолжительном преследовании этого нет. Этим объясняется тот странный факт, что преследующая пехота идет часто на хвосте у кавалеристов. Возьмите, например, очищение Крыма от Врангелевской армии. Тонизация армии, достижение у нее плюс гармонии, подъем духа, по-видимому, вызывается приятными раздражениями, наступающими после состояния некоторой подавленности, некоторых неприятных впечатлений, ряд неудобных стоянок и затем удобное и особенно предвскушение удобство в своем приказе войскам перед Бородинским боем Наполеон как раз особенно развивает мысль об отдыхе в Москве и об ее удобство. Хорошо действует сообщение о силе неприятеля и затем о победе наших войск над ним, так как при этом увеличивается размах возбужения поднимающегося с более низкого уровня. Это хорошо знал и Куропаткин, но пользовался им очень неумело, обманывая войска известиями о победах русских и о смерти японских генералов, но в то же время не двигался с места и давая людям возможность убедиться в ложности сообщений, вызывал не плюс, а наоборот минус гармонию. По-видимому, на подъем духа прекрасно действует и создание веселости в затруднительном положении. Последним методом с большим искусством пользовался А.В. Суворов, и многие его чудачества до пения петуха включительно были средством для осуществления этой цели. В этой веселости среди подавленности несомненно имеется чередование реакций некоторый парфеновский элемент, который и делал Суворовский чудо-богатырей. О наводнении крови гормонами во время боя, кроме очевидного возбужения, доходящего до степени опьянения, говорит и то, что достижение цели, например, взятия города, когда возбуждающего раздражения противника уже нет, дает обыкновенно половую реакцию, выражающуюся в частых половых эксцессах во взятых городах, поражающих потом самих участников с недоумением вспоминающих сделанное. Отсутствие положительных раздражителей, прекращая плюс гармония сразу же дает перевес всегда присутствующей в бою, но замаскированной вогатонии. Вспомните легкость отступления, паники у наступающих цепей, и это внезапно увеличившееся вогатоние и дает физическую половую реакцию, но не будучи психологами и не интересуясь происхождением, неожиданно явившегося полового влечения. Войска просто отдаются его удовлетворению, придя в нормальное состояние, даже могут ничего не помнить об этом. И то, что творилось в Калуше батальонами смерти во время наступления 18 июня явилось естественным последствием высокого подъема в кавычках подъема войска и полного отсутствия сопротивления противника совершенно уничтоженного артиллерийским огнем. Может быть, встречающееся во всех войнах уродование трупов тоже зависит от этого полового возбужения не нашедшего себе выхода. И если мы подумаем, что вся наша жизнь окажется стоящей в зависимости от этих реакций желез, с внутренней секреции и от симпатика и ваготонии. Ну, я вам хочу сказать, вот нынешняя война, да, в Украине, вот, подумайте, прослушайте вот это, то, что я сейчас зачитал, дух войска. Интересные, скажем, такие замечания, да, вот, надо просто их обдумать. Так, пятая подглава, второй главы примеры гармонии «Право». Кому не приходилось задумываться, почему Иоанн Грозный или другие восточные деспоты, рассылавшие шнурки, на которых должны были вешаться их поданные, не были убиты этими самыми поданными? Вопрос интересный. Однако, вспомнив, что роскость и сложный ритуал, этикет с коленопреклонением и лапзанием одежды, которым окружили себя монархи, должен был вызывать у всех присутствующих, не приближенных к ним, состояние подавленности или минус гармонию, ослаблявшую их члены, подгибавшую колени и уменьшавшую энергию и ум, мы поймем, что эта роскошь для властителей была гораздо лучшим щитом, чем каменные стены и кольчуги. Подумайте, подумайте, вот, не хочу ни о чем говорить, просто подумайте, не напоминает ли вам что-либо вот эти, скажем так, абзацы. Наиболее опасными врагами царей являются именно те, кто может, окружив себя подобной же роскошью, избавиться от этого гнетущего ее влияния и, по-видимому, этим объясняются вечные войны наших удельных князей и стремление каждого выдвинувавшегося правителя к единовластью в стране. Думайте, сопоставляйте. Приятное и неприятное, как я говорил, представляет из себя раздражение, вызывающее плюс и минус гармонию. Добром же и злом значит будут действия, вызывающие те же реакции. В более развитом обществе ими будут называться действия, вызывающие эти реакции у большинства, но в первобытном, добром будет то, что вызывает плюс гармонию или гормонию, не гармонию, а гормонию, у совершающего его субъекта. И готенготская мораль об увиденной корове, то есть, когда я уведу корову, об уведенной, не увиденной, а уведенной корове, то есть, когда я уведу корову это добро, а когда у меня уведут это зло, перестанет быть смешной и непонятной, только столкновение интересов и их последствия, страх, что за увиденную корову придется отвечать, то есть, мысль, производящая минус гармонию, делает для меня злом, и увод коровы мною. Конечно, в дальнейшем присоединится еще минус гармония или минус гармонические мотивы, представление неприятности, причиненной собственнику коровы, ставление себя на его место. Эти понятия добра и зла определяют собой понятие права, которое представляет из себя непосредственно опытом и наблюдением или посредственно через людей и книги достигнутое знание, что данное действие не вызывает минус гармонии у окружающих и обратно, что несовершение его вызывает ее эту отрицательную реакцию. Под это определение сходное с данным профессором Петра Ржицким по которому наши права, суть закрепленные за нами, принадлежащие нам, как наш актив, долги других лиц, подходит и опротестовавание векселя и платеж, карточного долга и преследование новичка, поступившего в учебное заведение, если в обществе один из его членов почему-либо подвергается постоянному вышучиванию и третированию других, ну, скажем так, моббингу, все, все время снося это безропотно, то внезапная попытка его обидеться будет несомненно встречена общим осуждением и, вызвавшей обиду, будет крайне удивлен и обижен нарушением его права обижать. По-видимому, в отсутствии возможности появления у кого-нибудь минус гармонии, которая может затем посредственно вызвать минус гармонию действующего лица, лежит тайна всеобщего распространения среди диких племен детоубийства. И действительно, если действия субъекта не отражаются на состоянии гармонии других, то ему представляется полная свобода и законы суть меры, предпринимаемые обществом лишь против действий, понижающих количество положительных гормонов в крови его членов. Повышение же его, наоборот, поощряется общество делает такого субъекта ценным для него, но в обязанности это никому не вменяется. Повышение уровня плюс гармония уже область морали. Вне действия на гармонию других человеку, как я сказал, представляется право тонизировать себя как угодно, и то, что мы называем интересом, есть именно эта наступающая реакция плюс гармонии, симпатикотонии, ради которой только и живет человек на свете, недаром состояние поддавленности, депрессии, ваготонии, обыкновенно сопровождается попытками к самоубийству. Так, и шестая подглава, главы второй примеры гармонии спорт и тейлоризм. Самотонизирующим процессом является и спорт, где мы имеем постоянный ряд достижений, побития рекордов, своих собственных, чужих и состязания, каждое достижение дает приятную реакцию, обусловливает состояние плюс гармонии и, по-видимому, благотворное влияние спорта заключается не столько в мышечном упражнении, улучшающем питание работающей мышцы, сколько в этом наступлении плюс гармонии, вызывающей общую тонизацию скелетной мускулатуре. Вероятно, этим объясняется тот факт, что при работе какими-нибудь одними мышцами, например, ногами развиваются и руки мышцы плечевого пояса. Интересным доказательством этого усиленного поступления положительных гормонов является, если вспомнить о быстро наступающем склерозе борцов, работа профессора кроничкова, в которой был экспериментально получен склероз сосудов кролика при хроническом вспрыскивании адреналина. По-видимому, именно этому адреналину, кроме склероза, обязаны спортсмены и теми превосходящими всевозможными рекордами, которые устанавливают при состязаниях. Вероятно, этим же побитием рекордов и возбуждением интереса к делу обязан и Тейлоризм своим чудовищным усилением производительности. Вместо 102 тысяч килограмма метров средней работы 404 тысячи это данные Ерманского. Ерманского. Сущность Тейлоризма, как известно, заключается в том, что работа, совершаемая данным лицом, разбивается на отдельные составляющие ее элементы, причем руководитель в минутах и секундах хронометраж определяет время, нужное для их выполнения, а рабочий затем старается уменьшить это время, ускорить выполнение каждого элемента и получает определенную премию за ускорение работы. Убедительные данные, представленные профессором Ерманским первой конференции по изучению труда, показывают, однако, что одним хронометражем ничего сделать нельзя, и, лишь для выполнения количества сделанной работы, нужны какие-то особенно сильные рабочие, но у Тейлора и Тейлористов такими могут стать очень многие, и объяснение этого лежит только в тонизировании, причем, вопреки мнению профессора Ерманского, в самом ускорении не может быть речи об издевательстве над человеком, так как усиление распада при плюс гармонии сопровождается, как я говорил, и усилением процесса созидания необходимым условием является лишь усиленный подвоз питательного материала, усиленное питание и общеизвестен тот громадный процент бюджета, который американскими рабочими употребляется на еду. Но а чего тут получается тонизация? Вопрос. Если у Тейлора первыми работниками делаются не все, а лишь 10%, это происходит от недостатка индивидуализации вследствие капиталистического строя при соответствующем же выборе урока, каждый рабочий крайне повысил бы интенсивность своего труда. И Тейлора недаром считает Тейлора, что каждому человеку нужно давать работу, которую он может выполнить, но не легко, а уже с некоторым напряжением. При таких условиях получаются самые лучшие результаты. Это и понятно, так как здесь буквально повторяются условия парфеновской реакции. Круг эллипс почти неразличимые между собой, чередование уверенности и неуверенности с перевесом в сторону уверенности, что и вызывает крайнее возбужение. Это возбужение, даваемое нам целью, достижению которой, как говорят англичане, больше всего способствует наличность препятствий и представляет из себя то, что профессор Павлов еще в 1917 году назвал рефлексом цели. Оно то и объясняет чудодейственное влияние спорта и тейлоризма. Оно же делает понятым, почему еще в шахматы интересно играть только с равным по силе игроком и объясняет не только удивительные достижения великих маэстро, одновременно играющим, не глядя на доску с двадцатью игроками, но и то, почему заведомо слабый игрок иногда может победить сильного. Последний сев играть с ничтожеством в кавычках уже от этого получает минус-гармонию, понижающие его игру, а первый, если не потеряется, оказывается в чрезвычайно благоприятных условиях. Логично. Появившуюся вследствие сознания собственного превосходства, вследствие победы, положительную реакцию к гармонии подкрепляет награды, аплодисментами, призами у спортсменов и денежными премиями у рабочих, которая надолго упрочивает эту симпатикотонию, появляющуюся при каждом раздражении, так или иначе идущем от награды. По Тейлору премия должна следовать непосредственно за окончанием работы, что, конечно, совершенно правильно, слишком оставляя безусловный раздражитель у наших животных, употребляя его лишь долгое время спустя после условного, мы совершенно не получаем рефлексы или получаем его гораздо более слабым, чем обычно. Для молодых девушек и для детей Тейлористы рекомендуют даже награды после каждого часа, но все эти способы, как признает сам Тейлор, не дают все же полного представления об истинной интенсивности труда, которая может быть достигнута человеком. По его мнению, остается скрытым чуть ли не 80%, так как рабочие нарочно работают чише, чем могут. И действительно, максимальное повышение интенсивности, максимальная производительность может быть получена только вне капиталистического строя, когда рабочий не будет бояться, что, работая быстрее, он дождется уменьшения расценки, и он не дает полной работы, ни вследствие уменьшения умышленной вялости, хотя бы он и сам объяснил так свое поведение, а вследствие появившееся у него воготонии от мысли о бесцельности своих усилий, воготонии, которая не кажущая, а действительно делает его слабее, чем он есть на самом деле. Только тогда, когда труд станет спортом, когда герои труда, рекордисты в данной области будут гордостью союза финансов, когда будут устраниваться состязания их, только тогда мы узнаем, где находится предел человеческой производительности. Но применяемый разумно такой интенсивный труд давал бы только отраду работнику, а не изнашивал бы его организм и был бы тем, чем теперь является спорт или шахматная игра, то есть благотворным тонизирующим процессом. И седьмая подглава, главы номер два, примеры гармонии, жестокость к женщине. Средства, употребляемые людьми для тонизации, меняются и менялись в зависимости от народа и времени. В первобытном обществе ими была охота и война. Этим занимались главным образом мужчины. Женщины же собирали корни и моллюсков, а на более высокой ступени культуры мололи зерна и приготовляли ткани. Кроме того, они повсюду употреблялись для переноски тяжести, как вьючный скот. Во всех этих работах дикари мужчины никогда не помогают женщинам, хотя бы те падали от изнеможения. Обыкновенно это объясняется жестоко сергием, но, по-видимому, причина лежит глубже. Если мы рассмотрим поручаемые женщинам работы, то увидим, что все они отличаются однообразием, не дают непосредственно ощутительных результатов, совершенно лишены элементов соревнования, и поэтому они не только мало тонизируют организм, а скорее могут привести к отрицательным результатам, то есть вызывают состояние минус гармонии или агармонии. Субъективно это выражается тем, что такое однообразный труд, неприятен, скучен. Мужчинам же при их занятиях войной и охотой необходима энергичная тонизация, необходима способность тонизироваться, так как при отсутствии ее и война, и охота в лучшем случае только не принесут удачи, чаще же окончится гибель такого недостаточно тонизированного человека, поэтому желание избегать реакций, вызывающих задержку гормонов, вполне правильно, особенно потому что причина этой задержки сочетавшись затем по выясненному нами правило с различными последующими неудачами уже условно начинает вызывать тяжелое состояние минус гармонии и действительно делает неудачу неизбежной. По-видимому, сама мысль о помощи женщины, о занятии женским делом вызывает у дикаря глубокое отвращение. Интересно, что женщины сами не дают помогать себе наибольшим оскорблением, которое может нанести женщина женщины у диких это обвинение в том, что ее муж помогал ей носить воду или копать землю. Это Спенсер, психолог, социолог, английский, основы социологии. До некоторой степени для нас служит отрицательным раздражением мужчина, занимающийся женским делом, а женщина мужским русская революция дала достаточно примеров неблагоприятного влияния на интеллектуальные способности наших ученых занятия малотонизирующим делом ведения хозяйства и если мы вспомним силу радостной и горестной реакции у дикарей их непостоянство, неустойчивость, душевного равновесия, то есть легкость наступления плюс и минус гармонии, то жестокосердетье мужчины станет нам совершенно понятным. Охота и война и на настоящее время остаются тонизирующими благородными занятиями. Я не говорю здесь о тонизирующем влиянии музыки и танцев, имеющих скорее безусловный характер. Вспомните указанные опыты Ферре над приятными и неприятными звуками, но наиболее тонизирующее действие на животный организм оказывает любовь. И вот как раз третья глава этой книги и будет озаглавлена любовь. Ну, а на этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение главы второй этой книги доктора Юрия Аркадьевича Васильева. Глава называется «Примеры гармонии». И прощаюсь с вами. Сегодня у нас 4 августа 2022 года, местное время 15 часов 52 минуты, киевская и московская 16 часов 52 минуты. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение. Как обычно, как всегда, сердечно благодарю всех слушателей моих чтений. Говорю вам спасибо и до свидания. До следующих чтений.